Монахи икону обрели, поместили в свой главный храм, после чего стало происходить необъяснимое. Икона ночью трижды исчезала из запертого храма, а утром ее все находили на высоких воротах монастыря. Местные кижи. По-моему, 7 или 8 храмов здесь. Это монастырь царствующих страстотерпцев. То есть Благородица таким знаком показала, что она взяла на благочеренном свой особый молитвенный патрон. Вы могли обратить внимание, когда входили внутрь этой мошенниной телезы, что снаружи, над входом, также помещена икона, возле Майхан-Кирской, она встречает всех приезжающих сюда паломников. Это список или копия с той самой чудотворной иконой, специально привезенной из далекого храма. Дорога в Невьянск. В Невьянске километров 50 или 60 осталось. Двигайтесь, пожалуйста. Пробуем сейчас пройти к скалам 7 права. Вот уже ушли Саша и мама туда, пробирались по этой дороге или посмотрим, оставили машину, надо куда-то туда идти. Дойдем, не дойдем, посмотрим, потому что дороги нет, надо вправо уходить. Пробираемся по лесу горелому, в сторону семи братьев. Это где-то там мама, дядя Саша и там сзади пока остались. Вот я пробираюсь тут. Я здесь! По непровадникому лесу. Ну да, да, может быть тогда так, да. Там вроде получше идти. Да, конечно, получше чем здесь. Угу, конечно. Тогда вправо сейчас нам забирать. Тут уже это все как бы... Горелый лес. Ага. Так, а вон там, наверное, семь братьев как раз. Здесь, возможно, камни, скалы. Решили вернуться обратно, потому что пройти через брылом возможно, но мама устанет, конечно. Да и далеко. И машина стоит далеко. Поедем в Невьянск, а то потеряем время. Вон, дядя Саша идет с мамой. Да. Я снимаю, как вы идете. А, нас как вы ползем. Похоже на первый вытенок, да? Нормально, здорово. Держите молодцом. Мам, это еще нам не хватает, дядя. Да. Ну вот, мы практически въехали в Невьянск. Да, символично. Меня опять же сровали на 500 рублей при въезде в Невьянск. И при езде в Екатеринбург, а сровали на 500 рублей. Давно меня еще пробовали, уже полгода или год. Первый сестер в Крае тоже брали, нет? Нет, вот первый раз. Только здесь. Да. Он нам показал, что это самое. Здорово. Невьянск. Вот здесь фамилия моей дедушки. Дедушки должна быть выбита. Сказали мне сейчас дядя Саша с мамой. Фамилия дедушки должна быть выбита. Правильно я говорю? Да. Вот здесь, в сквере воинской славы, мой дед выбит. Сычагов. Степан? Плотников Степан. Сычагов Степан? Нет. Сычагов Сафрон Серьверстович. Сычагов Сычагов Сафрон Серьверстович. Да, 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 да. Папа мой, да? Да. А еще есть плотников, вот Степан. Угу. Вот этот, например, здесь. Да. Мой дед здесь выбит. Саша, вот тут, тут и в нас. Пой-то, Булковка, шею. Сегодня праздник, день башни оказывается, благодаря нам. Поэтому много народу. Да, ничего. Я буду сейчас строить плотников. Вот такого, такого, такого. Здесь нету города, чтобы не ехать. Каждой песней, и уже вполне не дали. Слегкой группой колокольчик. Встречайте. Отсюда видно, что она наклонная. Прихожьте землю птицами, И ищите ветра в поле, Превратите полк, я в спец, Я птюсов с тобой закрою. Спите, дети, сны в окошке, Подушка и истрянусь. Двенадцать апостолов, да. Это мне уже дядь Саша сказал. Так, значит, здесь Саша говорит, Что вот там за прудом, по дорожке, Там вот если по ней идти, то дальше, да? И вот по дорожке туда. Вот там домик выглядывает. И рядом с этим домиком их не был. Ага, вот тут деревянники дома, Самый крайний, да, вот там, смотрите? Да-да. Это вы за ним, да, где-то там? Сразу рядышком с ним. Ясно. А у вас где дом был там же? А у нас тут, ближе прямо сюда. И вы тоже нет? Ко мне тоже сгорел. Там сейчас огород. Ну, он сгорел, Ну, после нас мы уже тут не жили, Много лет уже не жили. Угу. Другие хозяева спалили. Пьянки, банкурили. Вот она. А на случай эту экскурсию пристроилась. А сейчас башня. Пропускает в Вене. Да. Находилась заводская тюрьма. Позднее там же были раппишены человек в подмены. Но поскольку у нас с вами ожидает небольшой сюрприз, к башню сюда не дойдут чуть позже. Сейчас можно дойти. Двоем прорвались в Педанскую башню. По 250 рублей с человека берут. Праздничный день. И централизованное представление у нас будет. На минут на 40 примерно. Ну вот с этой группой мы прошли. Стоя перед ходом. Два времена Кинфи Демидова налагались жилые покои с пичами. Но теперь давайте пройдем познакомиться с приказчиком Кинфианского завода. Кинфи Демидова Была выстроена башня. А перед тем, ну и приказчикам конторы завода Кинфианского было получено письмо на Кинфиан. Намерен я строить в нашей бочине Невьянские башни по областцу, кое приноземщине в Граде Пизе есть. Внизу той башне мысль сладить каменные амбары под сибирскую медь. А вверху содержать караул для приноземцев кальничек, которые дошли в башенной стройке. И гнать в Невьянский завод, чтобы тесали камень, копали скрепы, мутили фундами. Строить башню крепостому зодчину, а высоким серым заботом оберегать от любопытного глаза, чтобы прохожие слышали только грохот камня. Неуходливых до непослушных бить батажем. Стены башни навести скрепких тяжелых кирпичей, а кладку вязать глазовым железом. Косяки в дверях и в бойницах ставить литые, чугунные. Башня отстроит высотой в 28 сажен, обвечая ее, чтобы островеркая железная крыша с ветренницей плюгером, да чугунный шар с золотыми шипами. До половины башня будет четырехугольная, а верхние три яруса восьмигранные с колоннами и до балконами, обнесенными литыми перелом. На башне мастера установить завод множества поставленных и плавенных заводов, плавили на Алтае, в Сибири, черновую медь. А в Меде-то оказывалось многое количество серебра. Нужно было отделить его, а ведь по закону частные лица не имели права делать этого. Тем более обращать в продажу серебру и золото. Демидову оставалось заниматься своей алхимией и тайпун. И хотя он у себя на Урале был царем, однако приходилось помнить, что под Богом у него злейший враг, начальник заводов сибирских Татищев, спит и видит, на чем бы изглавить Демидова и затем его погубить. Бился, бился Демидов и надумал для тайных дел своих построить башню. Живо согнали народу отовсюду, и за 2-3 года башня была построена. На восточной стороне от игрома Демидов сомнил лабораторию под башней, вырыл подвалы высотой воз человека, и здесь, вечно мракен, через тайцево отделение серебра от меди. Потом и этого ему оказалось мало. Скрытым подземным уходом он соединил подвал и башню со своим домом, а дома подбил черную жилу к заводским фабрикам. Когда все это сделали, началось дело. Взять вечный мрак подземельник крепостных либо вольных рабочих неосторожно. У них останутся семьи, может все выйти наружу. И вот тогда прошел зло по-русси-матушке о том, что Демидов принимает в себе все в бегу. Каторжник, просто не ушедший от хозяйской камалы и припословой, бродяга, все равно им всем находилось дело в Невенске. Их забирали в подвалы, кормили и заставляли трудиться над плавкой недолго. Если не было никакой опасности, по окончании рабочей вручной работы их пропускали наружу. Если же часы, установленные на вершине башни, не грая сигнал, показывающие что-либо тревожное, бродяги оставались в своих ногах. Раздоровость не была короткая. Их запарывали, носки ротки, забивали. Все равно жаловаться не пойдет никто, родные его бог знает. А уж что-либо большая опасность грозила, когда, например, демизоры приезжали, вот тогда-то и открывали тот самый секретный шлюст под башки. А из серебра наладил демидовчеканку монет, делали в подвалах башки, настоящие рубли. Ну, о демидовских тревожных я вам ничего рассказывать не буду, а то мне голову не сносить. А Димир Никитич крепко-напреком приказал тайны ему глюсти. а вы колен гостик демидов сегодня пожаловали, передать сильно хотите дайны демидовских разгадать. Чего вы ждете, ступайте, а может, чего и узнаете, а может, увидите что-нибудь, да может, сумеете назад вернуться, благомолучно. соединяемся со следующей группой. Мама говорит, на этом камне, все детство провела, вот на этом камне, да? не на этом, а вот там, 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 на этом Саша провел. который он там немножко как бы в воде стоит, да? Да, да, да. До него еще надо было дойти. Все сборе? Да. Так, перед нами дверь, ведущая Андрея нашей Ульянской башни. За этой дверью скрывается потайной ход прямо в толще двухметровой стены, ведущей в тайную лабораторию имидов. Тайна отделяли серебро от меди. И данная дверь это единственная дверь во всей башне, оставшаяся со времен Андрея. То есть раньше самхозяй Ульянского завода свою рукой открывал эту дверь. Есть желающие то же самое сделать для двери ведущей в таинство демидовские? Давайте вместе, я держу за бут. Бетро, держите за бут. Просто уроком подсиджем. Там уже не бой лежат. Смотри, какая дверь, мах, мах. Как видите, бут очень узкий и очень низкий, поэтому просьба берегите головы и интервал соблюдайте в две ступеньки между собой. А теперь идем. Вон вы берегите. Ваши не раз рассказывали что ты в Невьянске подожди, и сон из войны. Мои ты считаешь? Похожие на мои? Царские? Да вот только сколько ревизоров не посылала, все как один рассказывает мне, что-то наговор у тебя завесил от людей. Да вот только и всех дождалась я. Видно, случилось что с ними по дороге. Так вот, всякая про меня, матушка, государы, они наговаривают. И вот будто бы когда от тебя следственная комиссия прибыла, велел я, мол, шлюзы открыть в полотене, что водой закопить людишек, что в башенных подвалах монеты чеканили. Опять идея проиграла, матушка, государыня. А изволь проигрыш получить? А чьими деньгами расплачиваешься? Моими. Или твоими. А всему, матушка, государыня, твоими. И вся работа наша твоя, и всеми своими животишками тебе принадлежит. Ой, молодец, хвалю, умеешь ответить. А если б все мои придворные так обличать умели. Рассказывали ли тебе матушка, государыня, с чиновником петербургским в карты, и проиграла ему все наличные деньги, что по себе имел. А играли-то мы с ним наверху башни, и кинулся я плеч вниз, а обратно вернулся с кучкой серебряных монет в руках, и каждый рунь блестящий, новенький, горячий. Да, ведь намного ты монет чеканешь, Демилев. А я вот думаю войну новую начать. Так сколько ты мне своих монет дашь, а? Сколько прикажешь, матушка, государыня. Столько и наработаем. Нам твоя милость дорога. Благослови, матушка. Ой, ой. А не боишься, что однажды найдут все твои подвалы и монеты? Вряд ли что сумеет найти. Не таков я, Демидов, чтоб тайны свои на показ выставлять. Так хитро все устроил, что и через 300 лет. Никто ничего не узнает. Вы пришли тайны, Демидовские, угадывайте. Воскопайте. Слушайте и смотрите. Но если что, узнаете, мне доложите. Воскопайте. Воскопайте. По этой горке ходили в школу. Воскопайте в центр. Не то, что собирается. Собирается, да. Собирается дождь. Поднимаемся. Виды вверх. Находим. На вверх. И туда. Находимся с вами на четвертом этаже Невьянской башни. Здесь только экспозиция посвящена легенда самой Невьянской башни. В Невьянской башне очень-очень много красивых легенд. И одна из них касается наклона нашей башни. Есть такая легенда, что после построения башни Аккин Федемидов вместе с ее зодчим, архитектором, поднялся на ее самый верх, на девятый этаж. Видите? Здесь вот. Спросил Аккин Федемидов зодчего, а сможет ли ты еще другую башню построить, как Невьянская? Зодчий поколебался цифлетом и потом сказал, что смогу даже еще лучше, красивее и быстрее, чем Невьянская. Аккин Федемидов очень не понравился, потому что он не хотел, чтобы у кого-то было лучше, чем у него. И тогда взял подругу зодчего, прошел с ним по балкону, подвел краю и столкнул вниз. Зодчий разбился на смерть, но башня наклонилась, облакивая своего создателя. Но Невьянский пруд это ничто иное, как слезы Невьянской башни. Вот такая вот легенда. Легенды легендами, но имя Зодчего, к сожалению, у Невьянской башни неизвестна до сих пор. Также есть такая легенда, что якобы в подвалах Невьянской башни рабочие чеканили медовую монету. Помните, которые платил государы? Да. Долгое время все это упрощалось, сами видели, то, что слухи-то будут разные, но, наконец, решает царица выслать тайного превизора на Невьянский завод князя Язинского в цели узнать о том, что там дела Невьянских серебряных. А самого Кинфе в это время прислать в Петербург для разъяснения, просвать его на комиссию царскую. А Кинфе перед отъездом приказал своему приказчику выставить Азорного на последний этаж Невьянской башни и Зорко следит за дорогами, ведущими в завод. Если появится листовой, то есть курьер, быстро спускаться вниз на седьмой этаж в башню часам куранта и ставить определенную мелодию, определенные шифры. На этом Азорный выехал из Невьянска. Но приказчик выставил Азорный и приказал строго-строго следить. И Невьянский видово сбежал его припасной работник. Унижая кильфий, приказал скрутить его пристаревную мать и заморовать под на листе пятого этажа. И оставить противоположное и шептаться, то можно прекрасно друг друга услышать. Но есть два маленьких условия. Прекцион вставай в самый-самый угол и говори нере-злышным шепотом. Мы старые были, еще при Петре первом построили. Раньше владельцы жили не по Парижу, а здесь же в крыле главного корпуса. Богатые широко жили. Каждый год во время заводского праздника устраивали пир и зажигали разноцветные огни наверху башен. Он остался страшный огни. Черно смерть, чума пришла в России. Тяжело и пулка. Привидение закричал труба, выскочил из-за стола и бросился к берегу. Надо пояснить, что башня находилась на острове и чтобы добраться до нее надо было плыть на лодке. Долго, более часа труба кружила. Мы не оглохнули.